Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Такого количества мяса в чистом виде депутату Госдумы видеть еще не приходилось. В этом цехе перерабатывают тонны сырья – оленину, свинину, говядину. Сегодня мясокомбинат выпускает 23 вида вареных колбас, более 15 видов сосисок и сарделек, порядка 50 видов копченостей, а также большой выбор полуфабрикатов – от котлет до мяса шашлыка. Редактор субтитров А.Кулакова Масштаб производства, широкая линейка выпускаемой продукции, а главное – качество. Местное производство произвело на депутата Госдумы, уже знакомого со вкусом ненецких деликатесов, благоприятное впечатление. Это достойный пример того, как можно в современных непростых условиях, природно-климатических и в условиях тех экономических, которые существуют, производить действительно хорошую продукцию, которая пользуется спросом. К сожалению, отсутствие нормальной логистики не позволяет поставлять эту продукцию на территории всей страны. Впрочем, логистика местным производителям уже не помеха. На сайте предприятия alenina-nau.ru можно заказать продукцию мясокомбината в любую точку России. Пока сайт работает в тестовом режиме. Ярослав Нилов воспользовался сервисом одним из первых и сделал заказ на адрес Госдумы. Это что у нас? Это колбаса. Это юбилейная. Добавить в корзину. Так. Вперед. Ваш заказ. Юбилейная. Есть. Ну давайте еще посмотрим. Сейчас давайте еще какие-нибудь консервы, например. Через один-два дня заказ будет доставлен в столицу нашей Родины. Так, посредством онлайн мясопродукты станут ближе к большой земле. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин встретился с окружными парламентариями, чтобы обсудить проблемы, которые удается решать на федеральном уровне и которые требуют доработки. Один из вопросов, который обсуждался на встрече – аэронавигационное обслуживание полетов. По словам Сергея Коткина, месяц назад вышел приказ об их отмене по Северо-Западу после 20 часов. В результате этого было поставлено под угрозу выполнение вечерних и ночных полетов санавиации, а также возврат воздушных судов. У меня было подготовлено по просьбе Михальчука обращение на руководителя агентства воздушного транспорта, Нерадька. И вот он наложил, хорошо мы оперативно успели, во вторник было совещание в Питере, мы в понедельник его отвезли на рачном. Он на моем письме написал отменить приказ аэронавигации, вернуть все обратно и приказал считать приказ об отмене доп. услуг недействительным. Также Сергей Коткин рассказал о том, как проходило обсуждение бюджета страны на предстоящий год, об инициативах, которые были поддержаны на федеральном уровне и о том, что ряд инициатив окружных парламентариев необходимо доработать. В рамках визита в Ненецкий округ уполномоченные по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Напомню, в эти дни в столице региона проходит заключительный в текущем году Координационный совет детских правозащитников Северо-Запада. Накануне в КДЦ «Арктика» уполномоченные по правам ребенка Ленинградской, Кировской, Вологодской, Архангельской, Псковской и Мурманской областей, города Санкт-Петербурга, Республики Коми и Ненецкого округа обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются замещающие семьи и меры господдержки, которые им оказываются. Мы сегодня подняли очень серьезные вопросы, которые необходимо решать, конечно, в первую очередь на федеральном уровне. Это, в первую очередь, проблемы отказов от детей. Это такая серьезная очень проблема. Она есть, она есть в любом регионе. И, конечно, мы смотрели сегодня вопросы, касающиеся профилактики этих отказов. Ну и, конечно, это, в первую очередь, подготовка приемных родителей. В рамках мероприятия Координационного совета также состоялось посещение Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Детские правозащитники лично ознакомились с условиями проживания сирот в Ненецком округе. Было очень приятно ходить вот сегодня по всем вот этим ячейкам семейным, где действительно дети собираются, они могут спокойно отдохнуть, уроки сделать, поесть, попить, сами приготовить себе. Это очень здорово. И то, что проделано за этот период времени, я считаю, что очень много. И, наверное, заслуга в этом прежде всего тех сотрудников, которые здесь находятся. Спасибо вам огромное. Также уполномоченные по правам ребенка посетили этнокультурный центр Ненецкого округа, где встретились многодетно семью Италиевых. И побывали в родильном отделении Ненецкой окружной больницы. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Поблагодарить всех неравнодушных и отзывчивых людей. Сегодня жители всего мира отмечают День благотворительности. В России акция проходит во второй раз и уже получила свое название «Щедрый вторник». Поблагодарить всех неравнодушных и отзывчивых людей. Сегодня жители всего мира отмечают День благотворительности. В России акция проходит во второй раз и уже получила свое название «Щедрый вторник». Ежегодно в Ненецком округе помощь от жителей региона получают около тысячи людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Сегодня в отделении Красного Креста благодарили тех, кто приходит на помощь в трудную минуту. Некоммерческие организации, бизнес, государственные учреждения и частные лица. В этом году акция «Помоги собраться в школу» объединила еще больше людей. Они преподнесли настоящий подарок к 1 сентября 65 ребятишкам. Канцелярские наборы к учебному году получили дети из Наринмара, «Искатели», «Красного», «Варнака», «Великовисочного». Ограничиваться одной акцией многие спонсоры не намерены. Мы хотим провести несколько мастер-классов благотворительно абсолютно. Попробуем провести мастер-класс в больнице, в детской больнице. Попробуем провести мастер-класс на базе своего центра. Еще одна благотворительная акция, которая нашла отклик у жителей округа – «Добро как чудо». 350 килограмм игрушек, одежды и предметов первой необходимости получили жители тундры. Помощь стала подарком от неравнодушных жителей ко Дню оленя. Участников этих и других акций сегодня благодарили в отделении «Красного креста». Организация помогает свести нуждающихся и благотворителей. Ежегодно при поддержке организации материальную, финансовую и продовольственную помощь получают сотни людей. Мы помогаем и погорельцам, мы работаем и с лицами, которые… Они тоже люди, они приходят из мест лишения свободы, им нужно помочь где-то, в общем-то, действительно войти в социум. Лица, которые остались без жилья, лица без определенного места жительства. Чаще, конечно, мы готовы помогать просто детям, детям-инвалидам, детям-нуждающимся. В канун Нового года в отделении «Красного креста» традиционно стартовала акция «Елка желаний». Ее адресаты – дети, проходящие лечение в больницах округа. Они нуждаются в играх, интересных и развивающих занятиях. Ваша улыбка и энергия могут стать для них отличным подарком на Новый год. Радость малышам принесут также игрушки, книги и сладости. Подарки принимаются в здании комплексного центра социальной защиты до 22 декабря. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Возможно, скоро в Ненинском округе благодаря юным исследователям появится еще одна особо охраняемая территория – геологический памятник природы «Востянский конь», а также новый туристический маршрут, большеземельский транзит и визитная карточка Пым-Вашора. Сегодня в Ненинском краеведческом музее прошел второй этап четвертого регионального конкурса «Природные сокровища тундры». В этом году конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Всего на суд-жюри было представлено семь работ. Особенности ревьевной территории Олдова, сложению горных породов, являются действием брошенных пол. И значительная ценность предполагает изучение естественных умножений, таких как вал маледного происхождения в «Востянский конь». Карину Радюкину сегодня можно назвать первооткрывателем. На конкурсе «Природа сокровища тундры» девушка первая выступила со своей исследовательской работой, которая для многих стала настоящим открытием. Ведь далеко не все жители округа знают, что всего в 30 километрах от села Великовисочное, по правому берегу Печоры, есть уникальный вал «Востянский конь». Именно это природное творение стало главным героем исследовательской работы Карины. Уникален он прежде всего своим сложением, то о том, что очень сложный состав его по горным породам и также неправильность сложения этих горных пород. Там же представлено два разреза. Востянский конь первый, он представляет собой неправильное сложение, диагональную структуру. А «Востянский конь-2» имеет более правильное сложение и поэтому как раз привлекает именно «Востянский конь-1». Именно из-за сложения. Ну и, конечно же, красота вокруг такая, природа, свежий воздух. Гордятся «Востянским конем» и местные жители. Об этом красивейшем месте сложены легенды. Ну, как я слышала от стариков, потому что тоже интересно было послушать историю. Ну, место красивейшее, конечно. Вот почему конь? Потому что, когда вот шар от височного выплывает, вот на большую печуру, и если туманчик небольшой, действительно рассмотрится, как голова коня. Там и ушки просматриваются, и мордочка. То есть, ну, у кого какая фантазия. У нас святой источник есть в этом районе. Сладичка там чистейшая. В прошлом году Питерская какая-то группа географическое делала исследование тоже вот в этих местах. Пришли к выводу, что до нашей эры это перевернутая часть земли была, и вот за это время таким образом наросло. Сохранить этот уникальный вал протяженностью около трех километров, высотой свыше 90 метров, по словам молодого исследователя Карины Радюкиной, просто необходимо. Для девушки сегодняшнее выступление – это не просто конкурс, а призыв к спасению восьянского коня. Мы выбрали эту тему в надежде на то, что будет внесена она в список, в охраняемой территории. Еще один проект, который был представлен на конкурсе, поможет привлечь туристов в Ненецкий округ. Проект туристического маршрута «Большеземельский транзит» представили ученицы искательской школы Полина Чупракова и Алиса Мерзоева. Большая часть нашего маршрута покроют в Ухим малый и зеленый район, отрождение которой увеличивание информации в территории и сети интернет. В данном проекте разработан маршрут, ревняющий в четыре особого отменяемых территориях. Водный маршрут с юга на север позволит туристу увидеть смену всех природных зон округа. Большеземельский транзит протяженностью почти полторы тысячи километров будет проходить через поселок Харуту. Природный памятник Пумвашор, Вашуткиные озера, заказник Морию, где находится уникальный реликтовый ельник, конечным пунктом станет поселок Каратайга. Преодолевать расстояние любители экстремального путешествия будут на вертолетах, байдарках, монторных лодках. Почти 20 дней наедине с нинецкой природой в условиях полевой кухни, любительской рыбалкой и незабываемой фотосессии. Обойдутся туристу примерно в 63 тысячи рублей. Маршрутом уже заинтересовались представители туристических фирм. Высоко оценили проект и жюри. Большеземельский транзит, как и Вастьянский кунь, стал победителем конкурса «Природные сокровища тундры». Добрые традиции, дружная атмосфера и спортивный накал. В 4-й городской школе вновь прошли традиционные веселые старты, история которых длится не одно десятилетие. Ученики, учителя и родители соревнуются в ловкости, силе и креативе. Участники веселых стартов убеждены, совместное времяпровождение помогает сохранить дружественную атмосферу в школе и дома. Кажется, только в этом зале учителя, ученики и их родители могут чувствовать себя равными. Спортивная форма, одинаковые задания и желание победить. Так повелось, что первые места зачастую завоевывали родители, и в этот раз они не снижали позиции. Первые в скорости, первые в смекалке, первые в парных состязаниях. В итоге победа за командой родителей. Мамы и папы прекрасно понимают, где есть соперничество, там и здоровая, дружная атмосфера. В наше нелегкое время, когда какие-то требования к детям, все что-то хотят от учителей. И вот такие праздники, на самом деле, они, мне кажется, более благоприятно влияют на то, что творится внутри школы, внутри коллектива. Потому что, как ни крути, родители, дети, учителя – это все равно коллектив школы. И мы не можем кого-то выкинуть, кого-то отсеять. Организатор веселых стартов – попечительский совет школы. Он отвечает за совместные встречи школьников, родителей и учителей. Коллектив большой. Во-первых, тысячу девять человек в школе обучаются, а за каждым стоит по два родителя. И вы понимаете о том, что это очень тонкая материя – сохранение мира и сохранение понимания. Но вот через спортивные соревнования – это лучше всего удается. Совсем скоро у родителей, учеников и школьников будет новый повод для встречи. В конце ноября школе исполняется 77 лет. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова